Друзья, всем привет! Что ж, новая серия на моем канале. И в итоге, после обзора Сивика, я домой так и не доехал. У меня он благополучно сдох и больше не завелся. Вся проблема, насколько я уже выяснил, является в трамблере, в катушке зажигания. В общем, у меня во время движения почему-то пропадает непосредственно зажигание, машина глохнет и нифига не едет. Как бы я глохну и дальше завестись не могу. Просто она не заводит. Заказали уже запчасти, их забрали. Едем сейчас к машине. Сейчас прям там это все поменяем и надеюсь, машина заведется и мы поедем своим ходом. Так, ну тем не менее, мы уже возле Хонда. Сейчас будем менять трамблерку. Менять будем прям на улице, не отходя от кассы, как говорится. Вот он наш трамблерчик. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, у нас все на местах, все поставили. Кума заряжена. Заводим. Ну, пока работает. Насколько хватит, пока не знаю. Надеюсь, будет все чики-брики. Стала работать гораздо ровнее, чем работала раньше. Ладно, что, сейчас прокатимся. Так, ну что, друзья. Мои манипуляции с трамблером на Хонде нифига не помогли. Один хер, она сдохла. Я не знаю, что с ней, но она пока вот так вот у нас мертвым грузом немножко постоит. Нужен все-таки электрик, потому что это все-таки дела не в трамблере. Такие же проблемы. Но, тем не менее, нам приехали диски. И мы сейчас поедем в транспортную компанию их забирать. Ну, а пока еду, расскажу вам немножко про транспортную компанию PEC. Как они закосячили, конкретно закосячили, можно сказать, два груза. Первый груз был, это центральная консоль на Хонду, двухдиновая. Вот, оригинальная, под правый руль, да, под правый руль, то есть полный комплект. Они, короче, груз вообще потеряли. То есть все, сейчас я подал иск на возврат средств за покупку. Ну, поскольку груз застрахован, естественно, вот, в течение месяца, как бы, сказали, это все решится. Буквально через пару дней, я покупаю у ребят диски. Естественно, я говорю, что через транспортную компанию PEC. Все как обычно, стандартная ситуация. Что вы думаете? Трекинг работал до Воронежа. Показано, что приедет 12-го числа. Но в итоге, сегодня уже 21-е. И, как бы, если бы я, наверное, не поднял бы кипиш, мой груз бы так бы и не нашли. Потому что он прибыл в Воронеже еще 8-го числа. И все, груз завис. Вот, я звонил в транспортную компанию. Они говорят, что сейчас груз собирается, будем отправлять. Сейчас 21-е. Я вчера поднял на уши компанию, сказал то, что груз так и так. Вот, в итоге дозвонился на склад в Воронеж. И попросил человека, кто там, я не знаю, бригадир или кто он. Чтобы он непосредственно проверил лично, кто груз прям на складе. То есть, то, что он реально существует. На что он сказал, что я перезвоню. И часов, наверное, в 8 вечера или в 9 мне пришла смс-ка о том, что груз в городе Россош. То есть, груз давно приехал. Но об этом никто не оповесил. Ни транспортную, ни меня, ни смс-ка. И трекинг номер работал, то, что груз еще находится в Воронеже. Как бы, слава богу, мы диски нашли. А вот с центральной консолью, ну, увы, реально проблема. Неприятно, потому что такая ситуация реально в первый раз. Ну, а мы, тем не менее, уже подъезжаем к ПЭК. Поскольку там съемка фото-видео запрещена, уже когда диски со склада выгрузят, тогда я вам их и покажу. Обязательно масочку, потому что карантин никто не отменял. Так, ну, что, диски вот в такой вот упаковочке. Слава богу, хотя бы диски приехали. Сейчас мы их загрузим. Вот так вот они поместились. Сейчас поедем в непосредственно в гараж, чтобы их вскрыть. И покажу их внешний вид. Скажу проще, я, короче, не выдержал. И мы их прямо сейчас тут вскроем. Будет. О, блядь, вы бы это только представьте. По ладошечке. Если не ошибаюсь, восемь с половиной. Скажу одно, что это семнашки. Это семнашки, и они очень легкие. Я не понимаю, это ковка или литье. Вот, но они реально для своего размера, они очень легкие. Ну да ладно, пошли мерить на Хонду. Это да. Тут и юные ценители дисков подошли. Эх, вздохнул. Короче, по-моему, парню не понравилось. Надо тачку ниже делать. Да, друг? Ваши привет. Привет. Нет, что-то диски... Да, короче, вот тут пацан, вот надо тебе побольше. Машина, как иди. Семнашки маленькие. Машина, как иди. Все, пойдем, Джеймич. Нравится? Да. Диски накинули, конечно, да, с моим вот этим вот вырезом. Это трындец. Ну, на самом деле, думаю, зайдет. Мы сейчас немножко отойдем, но правда, чтобы нас не задавили. И посмотрим со стороны. Ну, если так вот прикинуть, то вроде ничего, только реально тачку нужно делать. Ниже. Так, друзья, что же, я уже в гараже. Заниматься в гараже отоплениями, я, к сожалению, проболел две недели. В гараже в итоге ничего за это время не изменилось. Единственное, я еще сегодня закупил полипропилен с утеплителем. Также готовится серия со стекловолокном, с обвесом на Мондео пороге. Но с порогами, кстати, придется еще повозиться конкретно. Задний бампер уже готов, и нужно возиться с передним. Поэтому все в будущем, все будет делаться. А вы не забудьте подписаться и поставить колокольчик. Также палец вверх, если вам зашла серия, там понравились данные диски. А я на этом прекращаю совещание. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok